Сейчас у нас вторая часть пленарного заседания, и вторую часть пленарного заседания будет вести первый вице-президент Монгольской Академии Наук, академик Шулун Батар. Пожалуйста, я вам эту бумажку на всякий случай передаю, уточню. Так, продолжим наше заседание. Первый наш докладчик Борис Панданович Базаров, российско-монгольское отношение 20-21 века, этапы сотрудничества. Пожалуйста, Борис Панданович. Уважаемые участники совещания, вашему вниманию предлагается доклад об основных этапах российско-монгольских отношений. Но я, к сожалению, не очень сильно вписываюсь в регламент и в большое сообщение, поэтому я постараюсь как-то в большей степени своими словами. Ну, я очень рад, что встречи наши состоялись, и для многих наших земляков, улан-уденцев, это, наверное, первый нормальный выезд на конференцию для общего разговора. И я вот просто как-то несказанно рад, что в столице Дальнего Востока присутствует наша представительная монгольская делегация, которая, несмотря на все трудности этой дороги, преодолела все препятствия для того, чтобы участвовать в этом интересном диалоге, который любезно предоставил нам Владивосток. Слова особой благодарности я хочу сказать российскому историческому обществу, благодаря которому мы здесь собрались, ну и низкий поклон всем организаторам конференции, которые проходят в таком успешном варианте. Столетие российско-монгольских отношений взяло новый старт в период... Так, как бы тут мне сориентироваться? Ну ладно, извините, с этой презентацией что-то не то. Илья не очень силен в этой технике, ну ладно. И началось движение с заключения официального соглашения в ноябре 1921 года, спасибо большое. И завершилось целой серией до 2020-х годов договоров, увенчанных соглашением о стратегическом партнерстве в 2019 году, всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Несмотря на прохладный характер развития двусторонних отношений в 1990-х годах, динамика уверенно взяла свой рост в 2000-2000 годы, закрепив за собой имидж наибольшей устойчивости мировой истории новейшего времени. Я беру на себя смелость уверенно заявить, что самое устойчивое отношение – это все-таки российско-монгольские отношения во всей внешней политике Российской Федерации. И в этом отношении празднование 100-летнего юбилея знаменует собой не только уникальность явлений как такового, но и становится показателем необычной динамики сотрудничества государств, которая является устойчивым без относительно фундаментальных изменений парадигмы независимого внутреннего развития. Борьба за независимость Монголии в мировую историю входит под знаком Великого Перелома 1911 года. Процессы самоопределения огромных территорий стали в повестку дня, и эта отчаянная борьба, длившаяся десятилетия, завершилась утверждением Монголии в качестве суверенного государства. Только Монголия среди множества движений, всевозможных группировок, столкновения и содружества идей смогла пройти эту трассу препятствий до логического завершения, создав хрупкий островок свободы в бурном море геополитических страстей Восточной Азии. В этот период Российская империя пыталась создать приемлемую конфигурацию собственных схем взаимодействия, вышла на заключение ряда существенных договоров, значительная часть которых несла в себе неустойчивый характер. При этом звучание договоров с каждым разом усиливало позиции внезапно появившегося партнера, а затем и возможного стратегического сателлита в зоне восточной внешней политики. Монгольский мир до Синьхайской революции не нес на себе бремени возможного союзника, и даже бурные события войн Восточной Азии не могли поколебать этот невозмутимый контур. Однако сама логика национальной революции Китая, лейтмотивом поставившей борьбу против господства Маньчжурской династии, неосторожно и одновременно и неизбежно поставила вопрос о национальностях на первую страницу повестки дня. Маньчжурский и монгольский вопрос определения статуса этих народов и исторического места как варваров предельно обострили политическое противостояние, и эта понятная логика политической войны заявила только о том, что семь веков монголо-маньчжурского владычества в Поднебесной завершились. Я не случайно говорю монголо-маньчжурского, потому что маньчжурское владычество – это не что иное, как просто продолжение той же самой монгольской политики управления в совершенно новых условиях. Зондирование новой России монгольского вопроса началось с первых годов существования советской власти. Контекст этого взаимодействия носил не обычный, прагматичный характер, а был усилен идеологической повесткой, и события могли принять более открытый и определенный характер только после кардинального решения внутренних вопросов самой России. Только к 1921 году эта определенность появилась, и самое интересное, что именно логика восточно-азиатского развития подвигла Россию к энергичному движению, и интересы мировой революции не были определяющими, и носили, скорее, декларативно-политический характер. Страна восстановила в полной мере свою власть в сибирском подпространстве, перешла к режиму временного учредительства на дальневосточном пространстве и уверенно закрепила колоссальные территории и их экономический актив вокруг Московской оси, вышла на крупные соглашения и договоры по всему азиатскому пространству. Я напомню, что именно в 1921 году были заключены соглашения с Ираном, с Афганистаном и большим количеством азиатских, с Турцией времен Кемали Ататюрка, и в данном случае не исключением являлся сам по себе договор с Монголией. На этом слайде, как вы видите, это известная картина, облетевшая весь мир. Понятно, что встреча носила совершенно другой характер, и действующие лица были другими. Я должен сказать, что сейчас великолепная работа нашего архивного управления и межправительственной архивной комиссии позволили нам в полном объеме установить, каким образом состоялись встречи в октябре 1920 года, в ноябре 1921 года и в 1925 году. Это очень интересная картина, которую мы представили в работе Коминтерн и Монголия, военное сотрудничество России и Монголии. И там достаточно интересно. Я хотел бы обратить внимание на то, что все-таки глубокая пропасть в понимании устоев, традиций и российского, и монгольского общества существовали. Несмотря на все это непонимание, главное было стремление народов к сближению не только во имя политических целей, но и во имя дальнейшего утверждения Монголии в пространстве мировой цивилизации. Торжественная встреча состоялась, несмотря на то, что международно-правовой статус Монголии тогда не оговаривался, и ее отношение с Китаем, о Буренхайском крае. Было подписано два протокола об отказе правительства Российской Федерации от концессий и экономических привилегий царского правительства и о сотрудничестве в области судопроизводства. Но на самом деле все основное состоялось при встрече с Лениным. Это 1 миллион рублей субсидий на военную повестку и 500 тысяч за пребывание советских войск в период монгольской революции. Вы же помните, что монгольская революция начинается в Кяхте, потом идет продвижение тысяч цириков на территорию Монголии, усиленных кавалерийской дивизии под командованием Константина Рокоссовского. А вот это пребывание было оценено в 500 тысяч рублей, и эта сумма колоссальная по тем временам была незамедлительно отправлена в Иркутск на счет народного правительства Монголии. Но это только штрих такой к небольшому портрету. Вот я здесь просто добавлю, чтобы дальше не усложнять ваш слух долгим чтением, что вот встреча сама по себе примечательная, когда Борис Захарович Шумяцкий, один из главных инициаторов этой встречи, пишет, что это вообще-то восточная страна, и обмен подарков просто-напросто необходим и обязателен. Долго понять не могли, зачем, потому что это не было вне логики вообще пролетарского государства, заниматься какими-то подарками. Но потом все-таки в последний день, после того, как вот решено было подписано соглашение, его подписали в особняке наркомата иностранных дел в присутствии Чичерина, но люди совершенно далекие от реалия внешней политики. Тут интересно, что вручили эту серебряную чашу, вручили перстень матери богини, это жена этого Багдахана, и всем членам монгольской делегации вручили имены, не имены, но просто золотые часы. А чашу серебряную вручили пустой. Ну, просто не подумали ни о чем, и тогда монгольская делегация приняла достойно этот подарок, все нормально, но когда поехали к Багдахану, а потому что это был подарок Багдахану Владимиру Ильичу Ленину, они сняли свои часы и положили в эту чашу, вручили, тут интересно, и сам Багдахан понял, в чем дело, он получил чашу вместе с часами, и эти часы обратно по адресу вернул членам этой делегации за то, что они заключили соглашение. Это очень интересный сам по себе эпизод, который нуждается в том, чтобы мы еще раз внимательно изучили эти традиции и обычаи, которые складываются в период достаточно долгий и сложный. И вот именно это событие стало основополагающим для дальнейшего развития Монголии как таковой, и в дальнейшем до конца Великой Отечественной войны эта длительная борьба и продолжалась. Я должен сказать, что и Холхингол, ведь мы очень много рассказывали о Холхинголе, я сам делал несколько докладов по этому поводу, и Холхингол был достаточно большой жертвой. Почему? Потому что в результате этого динамичного, очень драматичного сражения Советский Союз вышел из соглашения с Китаем, о чем мы забываем говорить, отошел от своих союзничественных обязательств и этим самым открыл дорогу американо-китайским отношениям, которые после Первого Харбора заиграли очень существенно. И Чанкайши сначала достаточно дал жесткую оценку поражению Советской Армии в 1941 году, и после этого Кунь-Миньская дорога, и потом Берманский тракт создали нового, очень плотного союзника на Дальнем Востоке, против Японии, но это закрепилось затем уже до 1949 года на всем театре Азиатско-Тихоокеанского региона. Ну, 1945 год понятен с этой Ялтинской, Потсдамской конференции, потребовалось всего лишь только две строки вот этого договора, которые вот многие считают идеальными с точки зрения дипломатии, ни слова лишнего, суверенитет Монголии был определён совершенно ясно и однозначно. Понятно, что дальше, конечно, Монголия развивалась в фарватере Советского Союза, и об этом уже сказано достаточно много и долго, но, тем не менее, это был достойный ответ самого Советского Союза на ту помощь, которую в своё время оказала Монголия советскому государству. Я дальше не буду затягивать своё выступление, прошу извинить, если где-то что-то затянул. Доклад так или иначе любезно опубликован в материалах нашей конференции, благодарю за внимание. Можно я немножко злоупотреблю своим положением, и у нас не предусмотрено, к сожалению, время для дискуссии на пленарке, но маленький вопрос задам, потому что я боюсь, что кроме Бориса Вандановича, ну и наших монгольских друзей, на него никто не ответит. Ваше мнение, несколько слов, очень коротко. Вот сегодня с новых позиций. Как мы смотрим на барона Унгерна? Вот что это был за деятель? Что-то есть новые нюансы? Вообще принципиально-то ничего и не изменилось в оценке барона Унгерна, кроме чисто эмоциональной расцветки вот этого момента. Вот какой он был, этот Унгерн, таким он остался. И там, собственно... То есть мы знаем, какой он был, все понятно, да? Да, ну достаточно такой диковатый барон, тем не менее, он очень многое сделал для того, чтобы расчистить дорогу монгольской революции. Прямо скажем. Если бы не было монгольского, если бы не было барона Унгерна, по большому счету не состоялась бы монгольская революция именно в том формате, в котором она состоялась. Своим вот этим движением на Ургу он создал благоприятное поле для продвижения рабоче-крестьянской Красной Армии. Спасибо. Спасибо большое, Борис Панданович, за ваши интересные доклады. Следующий наш докладчик Ефим Иосифович Перовар, президент Российского государственного гуманитарного университета, член-корреспондент РАН. Тема его выступления – сотрудничество Российской Федерации и Монголии как фактор укрепления и развития юрио-азиатской интеграции. Пожалуйста. Спасибо большое. Дорогие коллеги и друзья, я прежде всего хочу поблагодарить за возможность выступить на этой конференции и отметить, что в какой-то степени готовка этой конференции принимал участие и фонд «История России», который является членом правления этого фонда. Он один инструмент российского исторического общества в реализации этих проектов. Здесь есть, уважаемые мои коллеги, два члена этого правления и правления самого «Старийского общества» Алексей Егорович Забелин и Илья Владимирович Зайцев. И, конечно, это крайне важно для нас – проводить эту работу. Моя тема, она, в общем-то, уже звучала здесь, потому что два наших сопредседателя в своих докладах в какой-то степени, да и мой предшественник, академик Базанр, только что немножко об этом говорили, и я полностью разделяю то, что было сказано. Я поэтому хочу добавить только то, что немножко не звучало, потому что, чтобы не повторяться. Во-первых, прежде всего, для Российской Федерации в целом интеграционный процесс на евразийском пространстве, на пространстве Большой Евразии – принципиальный и, в общем, жизненно необходимый процесс. Российская Федерация современного создания после 1991 года понимает, что для развития России, ее благополучия, благосостояния, безопасности нет никакой альтернативы евразийской интеграции, где бы Россия могла быть и активным участником, где-то локомотивом. И это для большинства нашего населения, собственно, практически аксиома. Хотя все мы прекрасно понимаем, что этот процесс сложный, что он, в общем, противоречивый часто бывает, что есть вызовы, есть сложности, которые какие-то преодолеваются, какие-то минимизируются, какие-то еще не преодолены. И это не такая прямая линия в развитии. Ну, как и любой интеграционный процесс, как историки, мы все знаем, что они все, так сказать, сопровождаются такими сложностями. Поэтому тут ничего особого нет. Но я бы не поддерживал тех авторов, политологов, экспертов, которые вообще на протяжении всех трех десятилетий ставили крест на этом интеграционном процессе, что заявляют, что его нет, что он вообще мифичен и так далее. Тем более сейчас, когда мы находимся в периоде накануне первого интеграционного образования на пространстве евразийском, это СНГ, потому что в декабре будет 30-летие образования СНГ. Как бы мы не относились к самому факту распада Советского Союза, но как бы мы не относились к эффективности СНГ, но тем не менее это первый проект, который по-прежнему существует и имеет достижения. Другой проект, который тоже порожден этим процессом, это Евразийский экономический союз, который тоже уже существует почти 10 лет, еще нет 10 лет, но он имеет экономические последствия, результаты. Тоже, конечно, экономическая эффективность его требует, я бы сказал, интенсификации, но сам процесс, конечно, идет по нарастающей. Есть еще один проект, который вроде бы все признают его значение, это Шанхайское организационное сотрудничество, которое в июне отметило свое 20-летие, и вот будет саммит в Душамбе, в котором будут участвовать и члены этой организации, их уже теперь больше, и наблюдатели, и представляющие так называемые партнеры по диалогу, то есть это целая семья ШОС, и в этой семье, кстати, большую роль и место имеет Монголия. Кстати, Монголия была первым стороной наблюдателей в этой организации, и вот некоторые страны-наблюдатели стали уже членами ШОС, я имею в виду Индию, Пакистан, некоторые еще только по-прежнему наблюдатели, но пытаются стать членами ШОС, и Монголия тоже высказывала такие пожелания, так что этот процесс тоже имеет место. И вот в этом контексте, вот я назвал три, но это далеко не все, конечно, сотрудничество Российской Федерации и Монголия действительно важный фактор укрепления и развития российской интеграции. Мы находимся на шестом Восточно-экономическом форуме. Хочу сказать, что это четвертый уже форум, в котором Монголия участвует на самом высоком уровне, то есть представляется главой государства. Три форума, прошедшие тоже имели место. И я вспоминаю высказывание президента Монголии тех лет, который сказал, что это дальневосточный экономический форум, но для Монголии это не дальневосточный, а форум ближайшего соседа. Кстати, ведь это не только для Монголии форум ближайшего соседа, это в какой-то степени для России Монголия ближайший сосед. И вот с точки зрения нашего региона Бурятии или Иркутской области, это не только сосед, это фактор, который крайне важен для развития так называемого межрегионального сотрудничества, который тоже имеет место на всем, практически на всех границах Российской Федерации, и на восточных, и на южных, и на западных. И это приграничное сотрудничество имеет очень важным фактором интеграционных процессов. Таких вот форумов при границах сотрудничества Российской Федерации, ее партнеры по этому сотрудничеству проводят регулярно, и в рамках СНГ, и в рамках партнеров, которые не входят в СНГ, допустим, но являются пограничными нашими странами. И поэтому, естественно, отсюда крайне важный тоже фактор, который мы даже не можем забывать, вот это приграничное сотрудничество тоже для Российской Федерации и Монголии, или Иркутской области и Бурятии, допустим, с монгольскими пограничными районами. Это тоже очень важный фактор стабильности и укрепления развития Российской Федерации. Есть еще один фактор, который тоже нельзя забывать, и для историков он очень важен, это же диаспоральный фактор. То есть, в Африке, как в Монголии, есть диаспоры, которые, в общем, так или иначе связаны с историей нашей страны Российской Федерации, так и наоборот, в Российской Федерации есть, так сказать, диаспоральный фактор, который связан с историей и Монголии, и российско-монгольских политических, дипломатических, военных, экономических, культурных связей. Сегодня даже коллекция Эрмитажа об этом говорит, но здесь присутствуют представители различных институтов, академии наук, в коллекциях которых у всех есть какие-то материалы или документы, и в архивах, конечно, есть, которые об этом являются свидетельством. Поэтому это очень важный фактор укрепления и развития вразильской интеграции. Ну и конец, если говорить об экономической интеграции, Монголия не только наблюдатель в ШОС, а в ШОС ведь имеет несколько параметров взаимодействия. Есть параметр экономического взаимодействия, постепенно нарастающий, торговли, обменов, двухсторонних торговых связей. Есть параметр, я бы сказал так, борьбы с злом 21 века, это, допустим, ну и 20 века, это с наркотиками, с наркоторговлей, с экстремизмом на различных территориях, радикальным экстремизмом, который к терроризмам, этот параметр тоже важен для всех стран ШОС, в том числе и для участников этого процесса, и наблюдателей. Есть параметр безопасности, который крайне важен в современном мире, учитывая различные угрозы, и это тоже, так сказать, фактор стабильного развития и евразийской интеграции. А если говорить об экономической стороне, то это ведь очень важный параметр, ну, как бы сказать, транзитов и логистики, которые крайне важны теперь для экономического развития и взаимодействия. И Монголия в данном случае имеет прямое отношение к этим укреплению этих транзитных связей. Не случайно у них, собственно, есть такой даже, в монголии, в внешней политике есть такой термин, стратегия третьего соседа. То есть, поскольку она страна, которая соседствует с двумя крупными державами и крупными экономиками, то есть Россией и Китаем, и, естественно, она взаимодействует и экономически связана с этим, в этом процессе экономического развития. Мы говорим о столетнем процессе советско-монгольских отношений, но они же связаны и с экономическими, конечно, параметрами, и с экономическими связями, с подготовкой кадров, с укреплением транспортных связей, ну и развитием науки, в первую очередь, естественно, научного знания, поисками полезных ископаемых, вот тем сейчас сильна монгольская экономика, это вольфрамовая проблематика, проблематика урановых, кстати, урановых руд. Это все же тоже, так сказать, результат взаимодействия между, так сказать, учеными двух наших стран, в том числе и академическими, так сказать, институциями и академической наукой. Говоря еще об укреплении экономических связей, конечно, и на этом форуме, вот, уже несколько раз звучала важность, ну, развития, я бы сказал так, транзитных связей между, речь идет и о транзите грузов, то есть это через Монголию, так сказать, потоков автомобильного и железнодорожного сообщения, речь идет о создании возможностей для Монголии перевозить, транспортировать свою продукцию через китайскую территорию с одной стороны и через наши транссибирские магистрали, так сказать, и БАМ, так далее, в Европу с помощью контейнных перевозок. И речь идет еще и о создании, так сказать, базы, логистической базы в Китае, допустим, для транспортировки грузов по северноморскому пути. Об этом тоже шла речь на этих форумах, я вот статью написал, характеризующие дискуссии по экономическим связям, которые обсуждались на этих форумах, на пяти предшествующих, и там эта монгольская тема звучала в целом ряде секций. Наконец, президент в своем выступлении, в двух уже выступлениях, монгольская делегация участвовала в трех пока, вот завтра будет выступление опять лидера Монголии, в панельной дискуссии вместе с нашим президентом. Уж я не знаю, сначала объявляли, что это будет в очном формате, теперь все-таки будет в онлайн, я не знаю, пока чем это закончится с точки зрения формальности, формального проведения выступления, выступления постоянно будет. И речь уже был поставлен вопрос, который наш председатель с российской стороны уже сегодня озвучил, о газопроводе, который, так сказать, как бы, продолжение второе издание «Силы Сибири», который должен был идти, должен будет идти через Монголию. Надо сказать, что эта дискуссия ведь очень долго шла, и результат в какой-то степени успеха этого проекта, в какой-то степени это один из позитивных результатов деятельности всего этого Восточного коммерческого форума, потому что вначале вопрос ставился, но он не был решен. А сейчас уже речь о том, что этот вопрос уже не то, что он решен, но в программе уже дискуссии привели к положительному результату. Но вот эти примеры показывают, что, конечно, для сопряжения евразийского интеграционного проекта и проекта «Шелкового пути», монгольский элемент, фактор, имеет крайне важное значение. И поэтому для того, чтобы, если невозможно говорить о Большой Евразии без фактора сотрудничества России и Монголии, потому что это, собственно говоря, одно из проявлений этого Большой Евразии. Ну, в истории нашей человеческой истории, мировой истории такие факторы интеграции имели место, они имели место, конечно, как позитивные, так и имеющие трагические события, если брать средневековье. Но сейчас речь идет, конечно, о позитивном, гуманном и гуманитарном формате этих связей. И я надеюсь, что наши конференции тоже и все усилия, которые участники Восточно-экономических форумов продвигали и продвигают в дальнейшем, будут продвигать в дальнейшем, дадут еще один импульс в этом процессе. Потому что, конечно, в этом отношении действительно российско-монгольское сотрудничество, экономическое, политическое, военное, связанное с безопасностью, является важнейшим фактором укрепления развития большого проекта, большого российского партнерства. С этим я, конечно, хотел бы закончить. И считаю, что это крайне важный момент, который мы обсуждаем на нашей конференции. Спасибо большое. Спасибо большое, Евгений Иосифович. Ваш доклад был интересным. И дали много обширной информации нам дали. Так, следующий наш докладчик Николай Николаевич Крайдин, директор института истории, археологии, этнографии и народу Дальнего Востока, Дальнего Восточного отделения РАН, член-корреспондент РАН, председатель Совета отделения Российского исторического общества в Переморском крае. Пожалуйста. Спасибо. Дорогие коллеги, очень рад всех вас видеть сегодня. Наконец-то такая мощная, солидная монгольская делегация доехала до Владивостока. Я хотел бы в своем докладе так наметить основные вехи нашего научного сотрудничества. Сегодня на секции будет доклад моего коллеги Александра Львовича Ивлева, с которым долгие годы мы как раз работаем в Монголии, и он там подробно расскажет о научной программе. Конечно, наше сотрудничество началось еще в XIX веке, во времена Радлова и Ядринцева, но фундаментальные раскопки, о чем говорил сегодня Михаил Борисович, они начались с Сергея Владимировича Киселева, выдающийся археолог, член-корреспондент Академии наук СССР, который открыл как раз Каракарум, и это вот слайд из книги «Древнемонгольские города» об этих раскопках. Еще два человека сыграли главную роль в развитии наших контактов. Вот внизу справа около знаменитой каракарумской черепахи Андрей Иванович Крушанов, это вот его визит в Монголию, после которых у нас завязались отношениях. А слева вверху, это вообще замечательная фотография, там Алексей Павлович Окладников вместе с, не побоюсь этого слова, с великим американским востоковедом Ауэном Латтимором, 1968 или 1969 год, вот во время их приезда. И слева в углу в Беретике совсем юный, молодой сопредседатель нашего российского исторического общества, академик Дерьянка. После этого как раз вот завязались мощные контакты, стала работать советско-монгольская академическая комиссия, которая долгие годы вносила важный вклад. А это вот уже перед раскопками Окладников, слева Дерьянка, справа, ну и в центре МС Владимирович Шовкунов, наш выдающийся археолог, дальневосточный создатель научной школы, как раз благодаря ему началось изучение городов уже, так сказать, в послекиселевское время, и были написаны очень серьезные работы, которые до сих пор продолжают цитироваться. Это Харбухин-Балгас, выдающийся памятник археологический, кеданьский, совсем рядом с нашим, так сказать, Ченталгоем, где мы долгие годы работали, и две фотографии Шовкунов и Перле. И вот в этой самой ступе, которая вы видите, так сказать, здесь на слайде, они нашли уникальнейший памятник 18 степных законов, это юридический документ 17 века, который сейчас уже переведен и на русский язык, и на другие языки, и введен в научный оборот. Конечно, потрясающая находка для всего монголоведения вот в прошлом столетии. Не могу не сказать пару слов о наших великих архитекторах. Слева это классика уже книга Щепетильникова по архитектуре Монголии. В центре работа выдающегося архитектора Майдара с калмыком Первеевым, они целую серию книг написали. Ну а справа Валентин Никитович Шкачев, которого многие знают, замечательный архитектор из Москвы, который до сих пор продолжает писать очень интересные работы. И вот, наконец, в дело вступают археологи. Вчера мы уже говорили как раз о начале экспедиции с 2000-2001 года. И вот здесь мы с Борисом Валентиновичем. Спасибо огромное ему и академику Инфтушину, благодаря которому удалось открыть ворота в Монголии. Ну и в центре Сергей Владимирович Данилов, наш близкий друг, как раз один из главных сподвижников изучения городов на территории Монголии. Это тема его докторской диссертации. Вот здесь как раз академик Инфтушин, президент Академии наук, как раз перед нашими раскопками, а слева это профессор Ачир, долгее время бывший и остающийся руководителем с монгольской стороны наших экспедиций. Значит, вот здесь просто может быть, поскольку не все имеют отношение к древней и средневековой истории Монголии, обозначены основные этапы, а красным цветом выделены те империи, которые мы раскапывали. Мы не изучали Синьби и Жужани, потому что, к сожалению, нет этих археологических памятников, они еще не открыты. А тюрки исповедовали доктрины антиурбанизма, и они вообще городов не имели. А так, фактически, вот все основные города, вернее, все основные эпохи нами раскапывались, и, в общем, есть достаточно серьезные и хорошие результаты. Терлджин, Дурволджин. Русскому человеку трудно выговорить это название, получается, что это подквадратный квадрат. Городище на территории Монголии хунской. Вы знаете, это парадокс хунской археологии, великолепные элитные могильники, которые всем известны. Михаил Борисович Петровский тоже об этом говорил. Есть городище, там есть какие-то платформы, на которых стояли здания, но там совершенно нет культурного слоя. И у нас вот сейчас большая дискуссия, что там было. Наши монгольские коллеги считают, что это были сезонные стоянки ханов, а мы полагаем, что поскольку там не было культурного слоя, ну это рабочая гипотеза, возможно, это заупокойные храмы наподобие вот Кашотцайдамских храмов в честь тюркских каганов. Они хорошо прятали своих ханов, никто не знает, где они похоронены, ну а там отправлялись, так сказать, какие-то культы. И пока владельцем, так сказать, единственного хунского города является академик Базаров. Он находится вот прямо на краю города Улан-Удэ. Это знаменитое Волгинское городище, где мы тоже работали последние годы. Здесь вот вы видите старый план, новый план, синим цветом обозначены жилища раскопаны. Это давняя традиция, еще начатая в 20-е годы, там много кто работал. Значит, вот краткие выводы последних, так сказать, лет. Сейчас ясно, что у них было просяное земледелие, никакой пшеницы там не было. Оказывается, население городища ело рыбу, причем не только китайцы, которые там жили, а и хунны. В то время вот рыба, оказывается, тоже была предметом питания, так сказать, кочевников. Ели активно собак, это вот тоже, так сказать, парадокс совершенно непонятный. Нам удалось выделить пять социальных рангов, улицы, которые там видны. И что самое интересное, видимо, уровень все-таки иерархии не был сильно большой, потому что нет деления там богатые и бедные кварталы, все жили где-то как-то вот, так сказать, в перемешку. Ченталгой-Болгас – это уникальнейший археологический памятник кеданий, большой город, он разбит, так сказать, на две части. Опубликованы вот у нас монография, которая активно цитируется, наши китайские коллеги ее собираются переводить. Здесь вот на фотографии визит академика Ингтушина, президента Монгольской академии и нашего давнего друга, выдающегося французского монголоведа Жака Леграна, которого многие здесь очень хорошо знают. Это большой друг и российского народа. Вот великолепная, конечно, коллекция материалов, полученных с этого памятника, но почему-то все помнят вот те зубные щетки, которые расположены слева. Академик Чедра говорил мне, что я тебя запомнил как раз по зубным щеткам, что вот это ты тот, чья экспедиция, это, кстати, раскопал первые зубные щетки в Монголии. Ну, я еще раз Александра Львовича рекламирую, он расскажет подробно об этих наших результатах. Результаты наших раскопок в 2017 году были представлены на специальной выставке, которая была в Национальном музее Монголии, и прекрасный каталог на двух языках, на русском и монгольском языке был подготовлен. Еще одно очень интересное открытие – это знаменитый вал Чингисхана, который проходит в Восточной Монголии. Он так называется. Ну, в Монголии очень многие вещи выдающиеся, крупные, связанные с именем Чингисхана. Но вот наша экспедиция установила уже окончательно и бесповоротно, что этот вал был построен в кеданьское время, во времена империи Ляо. И самое главное, что нам удалось найти рядом с этим валом целую серию 56 небольших крепостей, городков, которые защищали этот вал с южной стороны. По результатам у нас опубликована совместная монография. И вот наши коллеги привезли мне только что вышедшую эту книгу, переведенную на монгольский язык. Ну и, наконец, переходим к Забайкалью. Я очень рад, что с нами здесь сегодня Бояр Боисхаланович Жамсуев, сенатор Забайкальского края, Херхеринское городище. Там начинал раскопки Киселев. Это памятник уже монгольского времени. Вот вы видите новый современный план. Там видны улицы, усадебные комплексы, раскопки жилищ с Канами. Там работал Александр Рудольфович Артемьев, наш замечательный археолог, трагически ушедший в 2005 году. И вот слева та самая знаменитая стелла, о которой сегодня подробно рассказывал Михаил Борисович Петровский. Это так называемый Чингисов камень. Здесь вот очень хорошо, вернее, слева видны там имена Чингисхана и Ясунке. Ясунке – это сын Хасара, племянник Чингисхана. Это вот из тех его племянников, который был с ним в последние годы жизни. Есть целая дискуссия по поводу переводов. Но вот Михаил Борисович правильно дал перевод. Действительно, он выстрелил на 335 альдов. Ну, это где-то порядка 500, наверное, метров. В общем, запустить стрелу на такое расстояние, конечно, под силу было только очень, так сказать, сильному человеку. Еще один памятник. Это, кстати, рядом с родиной Равиля Фаридыча Дениатулина, в долгое время бывшего губернатором Читинской области. Кондусский городок. Дворец уже не город, а дворец. Здесь вот вверху вы видите такую реконструкцию, в центре дворец. По краям павильоны, стрелочками указан павильон, который мы раскапывали. И еще вот одно жилище знатного человека. У монголов была такая система планировки, что к югу все должно было быть открыто. Открытое пространство. Там располагался дворец Хана, а к северу располагались жилища простых людей. Вот мы раскопали это жилище и обнаружили такую интересную вещь. Восточная половина, правая, оказывается, там очаг большего размера, больше, чем на западной, и там большее количество предметов быта. И мы сразу предположили, что, возможно, здесь как раз вот тот переход классической системы организации пространства в юрте, потому что в юрте, соответственно, левая половина западная – это мужская половина, правая половина – восточная. И, видимо, вот в этих жилищах, в которых оседла жили монголы 13-14 века, они эту свою классическую планировку перенесли уже на оседла и жилища. Этот памятник, он по-своему особенно уникален. Это памятник двух культур кондуйских городок – российской и монгольской, потому что рядом с городом находится казачья деревня Кондуй, и там в 1806 году русские казаки под предводительством Эпова. Казака тоже, кстати, для нас, так сказать, не пустое имя. Это очень известная казачья фамилия в Забайкале, а один из потомков казаков Эповых является заместителем председателя сибирского отделения, академиком Российской академии наук. Вот. В 1806 году казаки построили из остатков монгольского дворца эту замечательную церковь, которую, все-таки, мы надеемся, когда-нибудь реконструируют, и она снова заработает. Справа вы видите вот каменные базы и вмурованные, так сказать, остатки драконов. Вот. Ну а в шести километрах находятся остатки дворца, где мы продолжаем раскопки. И еще, мне кажется, одно немаловажное открытие последних десятилетий. Нам все-таки удалось, как мы думаем, четко привязать кондуйский городок и херхеринское городище к, так сказать, авторству. Дело в том, что на северо-востоке монгольской империи проживали братья Чингисхана, куда он их отправил подальше. Это Хасары, Тимуге, Чигин. Соответственно, Стелла Чингисов камень, он располагался рядом с херхеринским городищем, и считается, что это его была резиденция. Но вот это вот парадокс. Бурятия, восточное Забайкалье и внутренняя Монголия в районе Хайлара – это место, где очень много городищ и дворцов монгольского времени. И вот, в общем, чаще надо летописи читать археологам. Тогда много… Ну, в общем, в архивы надо ходить в древнюю. У Рашид-Тадина есть информация, оказывается, Тимуге, Чигин очень активно занимался строительством, и поэтому мы полагаем, что эти дворцы как раз были построены братьями Чингисхана. Вот на этом у меня всё. Спасибо. Спасибо вам большое. Вы нам показали очень интересные парагменты, фотографии. Спасибо большое. Следующий наш докладчик – учредитель университета Улан-Батор, Эрдем, академик монгольской академии науки Дордж Тюдин. Стратегические возможности сотрудничества России, Монголии и Китайской народной республики в дорожно-транспортной сфере. Пожалуйста, Торджик, Дима. Уважаемые друзья, уважаемые коллеги, прилегается мой доклад по теме «Стратегические возможности сотрудничества дорожно-транспортной сферы между Россией, Монголией Китая». Из конца XX века партийская логикация, сопровождаемая научно-техническим прогрессом новым технологическим развитием сфер информации, связи, интегрирует жизнь людей в планете под одной крещей, которой прежде никогда не было. Быстрый скачокоразвитие транспортной сети совершенно изменили нашу планету как единое пространство для жизни людей и всех стран. В взаимодействии национальных экономик и результатах галлюзационных процессов в других местах, где наблюдается появление неких единых структур, близко к интернациональной экономической системе. Национальные экономики все тесно и взаимодействуют к адвокатным институтам, и их развитие можно назвать многостронными и многоплановыми. Известны многочисленные примеры успешных макрологических региональных структур систем, например, деля из стран Бен-Люкса, экономический союз Бельгии, Нидерланды, Люксембурга, экономический союз Соединенные Штаты Канады и Канады Юго-Восточной Азии. Региональный фактор усилует тенденции галлюзации за счет таких аспектов, как исходство политического системы, экономический уровень жизни и уходящих и легионблизости, социального уклада в жизнь, традиции и исторических корней мировой миграции населения, единые источники энергии, сыровые ресурсы, единая транспортная система, дорожная инфраструктура, единая телекоммуникация, отсутствие домашних и торговых барьеров и так далее. Но в другую сторону тоже наблюдаются тенденции противоположной галлюзации, например, Англия вышли из Европейского союза, а Американцы тоже вышли из некоторых организаций ЮНЕСКО. Монголия находится в евразийском континенте, она соединяет два гигантских линка Китая и Российской Федерации, имеют геополитические преимущества. С давних времен Россия, Монголия и Китай были вечными соседями. Такими историческими пространствами эти три народа смогли создать драгоценные наследия, обмен сотрудничества великих культур, цивилизации, которые оставили нам ценные исторические информации. Високие совпадания стратегического развития трех стран в периодном поясе, в периодном пути, укрепление исторической экономической коррекции имеют широкое пространство, потенциал для создания соединений экономического пояса шелкового пути Евразийского экономического союза и степного пути, который будет способствовать экономическому потенциалу трех стран. Транспортная логистка призвана обеспечить организацию треугольников повышения эффективности использования транспортных средств. Между торговые отношения условия годбольной экономики наложили особый отпечаток на развитие логистики. Существует определенная международная транспортная коррекция, как высокотехнологические транспортные системы, концентрируясь на генеральных направлениях транспорта общего использования железнодорожной, автомобильной, морской, трубопроводной и телекоммуникации. Исходя из этого определения, необходимо относиться к транспортному культуре не только с точки зрения интеграции, но и рассматривать как важную часть системы мирового транспортной системы. Когда на мировой арене реализуется долгосрочная и стабильная экономическая политика развития, основная на мегатранспортных коррекциях, в Монголии должны использовать преимущества созданной глобализации, а следует теснее экономическое сотрудничество с Российской Федерацией и Китаем. В настоящее время, когда четко определены рамки участия Российской Федерации Китайской Народной Республики развития трех странного экономического корректора, в ясной мере поддержки инициативы, предлагаемой Монголии, монгольской истории, необходимо четко определить свою позицию и стремиться к намеченной цели. Как известно, правительство России разрабатывало стратегическое транспортное развитие до 2030 года, учитывая выступление Российской Федерации и Всемирной Торговой Организации, принимая во внимание стратегические документы о определении перспективных направлений развития экономики в соседней сфере регионов Российской Федерации, отрасли экономики транспортной системы страны и в целом отдельных видов транспорта, развитие транспортной логической структуры международной транспортной интеграции. В рамках этой целистной программы Российская Федерация активно поддерживает программу инициатив пояса, путь видеонавтика Китайской Народной Республики и реализует совместные проекты. Монголия должна учитывать многолетний опыт Российской Федерации в сотрудничестве с экономическим союзем. в рамках программы «Диалог о транспортной системе» и здесь показываются рисунки горболизации транспортных систем, которые в последней рисунке показываются центральной и западной и восточной транспортной зоной Монголии. Но предлагаются основные маршруты экономической пояса шелкового пути будут проходить из Китая по 6 направлений. В указанных направлениях планируется промыть международный территорий экономического сотрудничества Китай, Монголия, Россия, Китай, Центральная Азия, Западная Азия, Китай, Индокитайский, Китай, Пакстан, Бангладеш, Индия, Мемар и Китай. В связи с реализацией данной экономической программы перед Монголией стоит задача определить позицию возможностей центрального экономического кордора, являющейся основой дагестки трех странного экономического кордора. Из давних времен Россия, Монголия, Китай имеют общие границы в огромном пространстве в Европе. Сегодня центр мирового развития переместился в Азиатской матрии, в Северной и Восточной Азии. Поэтому наступило время больших возможностей для вземного сотрудничества. Осознавая эти моменты, государство стремится реализовать такие программы, как экономический поезд желтого пути, морской желтого пути, один поезд, один путь. И Китайский народный республик, Монголия, Евразийский экономический союз, Российская федерация, головы государства обсудили вопросы, касающиеся экономических кордоров при встречах в Душанбе, Уфе, Ташканте, Центре, Бишкеке. Что касается Монголии, предлагая имя ее проекте «Степный путь» предлагает прокладывание через монгольскую территорию пять транзитных линий автомобильных, железнодорожных, газов и нефтоводов, электропередачи. В целом существует 32 проектов в рамках экономического строительства. Среди них 13 проектов транспортной инфраструктуры, из них 7 проектов строительства железнодорожного коридора, которая связана с монгольской и российской совместными железнодорогами. Таким образом, монгольские ученые необходимы начать постепенно многостронные исследования центрального экономического кордора, перескающие соседние государства и с этой точки зрения значительными являются начало реализации проекта северного кордора, как оборудовавшего будущего главного экономического кордора. Торговый оборот между Россией и Китаем в 2019 году увеличился на 2,5% и составили 110 млрд долларов. Руководство двух стран договорились увеличить торговый оборот до 200 млрд долларов на протяжении ближайшие 3-7 лет. Большинство экспортных товаров из Китая, России представляет собой электротовары, оборудование, товар челекового сотрудника. И, в свою очередь, из России и Китая большинство своим импортируется нефть, газ, уголь, железные руды, горные оборудительные селья. Обычно эти куроты транспортируются через САБХ и Маньчурские, чтобы обеспечить дальнейшее развитие этого нарастающего торгового оборота. Нужно обосноваться и форму центрального железнодорожного кордора трех стран. Реализация транспортно-экономического кордора нужна не только в взаимоотношении доверия и сотрудничества, но и эти проекты также должны выгодны экономическому социальному плану являться местам укрепления отношений дружбы между народами. В этом смысле, с экономического точки зрения, в настоящее время очень актуально изучить определенные основания на проведении тесных экономических связей регионов других стран. Исходя из этого, можно предварительно видеть телезон, который показывается в таблицах. Високий темп индустриализации в проведении политики интенсивного развития металлических заводов центральных и в северо-восточном районе Китая еще больше повысит спрос на коксующий уголь для этих же заводов. И в то же время правительство Китай закрыли некоторые технологическими неприемлемыми производствами, чтобы соответствовать экологическим стандартам. И эти условия дают возможность увеличить импорт угля из на коксующих уголь транспортированных из Монголии в Россию. И в свою очередь Монголия экономически не сильное развитие, обладая богатыми природными ресурсами, имеет возможность выход на рынки Китайской народной республики из Евро-Восточной Азии, возникает необходимое создание надежной основы железной дороги и ее империальной структур, которая будет обеспечить развитие этих государств. В проектах программы «Российская монголская железная дорога» и проектирование направления железной дороги и проектов программы «Российская железная дорога» и «Дорога испроектирования направления пограничных пунктов Солюбьевщих на Ушко на границе между Монголией и Россией. Последний год интенсивно рассматриваются и те строительства главной железной дорожной линии в направлении Курчины, Кизин, Царантала и с другой стороны. Транссибирский магистрат, в частности, в некоторых станциях по маршруту Завиакальской и Иркутской области, и что наблюдается большая нагрузка. По этому плану информирование этой магистрата подланируется в конкретный мир направленный на решение этой проблемы. Особие внимания они уделяют возможности строительства высокой железной дорожной линии Китая, Монголия, Россией. В 2016 году в видео проведены предварительные российские и китайские исследования охватывающие железной дорожной станции Орионаха Республики Бурятия и Завиакальского совместные российско-китайские экспедиции с целью исследования ее воздействия на трансграничную территорию России, Монголии, Китая. И с другой стороны, Монголии используют тысячи и сто километров железной дорожной пути на направлении суховетра, на ушке суховетра Замуде и 210 километров железной дороги в направлении Солуевск-Еленцев-Чаволсан. У обоих малая мощность, небольшая пропускная особенность, обеспечивающая потребность будущего развития. Поэтому в деле Монголии настало время провести капитальные ремонты, изучать расширить основную рельсу суховетра Замуде-Еленцев-Чаволсана, а также развивать 11 дорожные линии, связывающие страну и с соседними государствами. Благодаря содействию правительства Российской Федерации, путь до порта Восточной по своим затратам будет таким же, как до китайского импорта Танчжин. Поэтому в Монголии настало время провести капитальные ремонты, изучать расширить основную структуру рельсу суховетра Замуде-Еленцев-Чаволсан, также железнодорожные линии, связывающие страны с соседними государствами. Благодаря содействию правительства Российской Федерации, путь до порта Восточной по своим затратам будет таким же, как до китайского порта Танчжин. Монголороссийское общество Узамбатерская железная дорога обладает правами на центральный железнодорожный транспорт, который проходит через Монголию. Проблемы железнодорожного транспорта в Монголии детально изучаются монголскими и российскими специалистами частности. Есть мнение о трех основных проблемах железнодорожного транспорта в Монголии. В связи с отсутствием электрикации использования однопутной железнодорожной линии. Во-вторых, различия между шириной колеи железной дороги Монголии и Китая, что существенно замедляет и увеличивает стоимость грузопотоков в Китае или из него. Во-третьих, высокий трепет железнодорожный перевоз через Монголию. Медленная процедура упромления томажных транзитных документов на российско-китайских монголских пропускных пунктах. Особое внимание в этой связи можно уделить безопасность, которая, по мнению специалистов, должен включить разжирение и модернизация существующих в создании новых путей. Во-вторых, техническое перевознение железнодорожного комплекса и внедрение новых технологий транспортиров и пассажиров и грузов и их современной доставки. Во-третьих, расширение пропускных подводных. Еще немножко. Сейчас. По регламенту. В связи с этим нам придется модернизировать существующую железнодорожную систему в Монголии. В вопросе модернизации стратегических партнерства по развитию железной дороги в Виле, рассмотренного визита президента Российской Федерации Путина в Монголии в 2014 году. По итогам обсуждения в Виле подписано соглашение согласовно основные принципы сотрудничества по модернизации железных дорог. В этом году не достигнуто договоренность о работах по электрикасии железнодорожных путей и строительства предельной линии и города предельной линии. Президент Вальдимир Путин отметил, что особые значения, в нашем взгляде, имеют план по модернизации территории на базе ламбатерской железной дороги в взаимодействии с китайскими монгольскими партнерами за цель кратно нарастать пропускные способности этой транспортной артерии и как результат раз увеличить объем грузов, поставляемых из Китая на европейские рынки и обратно в направлении. В качестве дорогого и значимого инфраструктурного проекта рассматриваем прокладку новой железной дороги Битки-Джумбаяна-Ханге и строительство этого участка делим Россией и Монголией шириной 1520 миллиметров позволит нарастать грузопотоков и снизить нагрузку действующий пограничный узел на монгольско-китайской границе. И в связи с этим в Монголии разрабатывали перспективное развитие железной дорожной системы трех вариантов. И примерно в 2030 году составляет мощность монгольской железной дорожной пропускной пропускности составляет где-то около 100 миллионов тонн груза. Кроме того, одним из важнейших транспортных проектов также и станет создание транспортно-технологической компанией, которая будет достойным логическим операциям между трем и странами. И это появление решит насущных целей создания единой транспортной платформы через объединение ведущих железнодорожных контрольных операторов, логической инфраструктуры, грузовых терминалов о развитии железнодорожных контрольных перевозок. Вальдимир Путин с сентября 2009 года поручил глава «Газпром» Александру Миллеру проработать прокладку газопровода в Китай через Монголию. Причем качество и прямо замерз... Дорогий Путин, кончайте, пожалуйста. Прошу вас. Сейчас последнее. Другой проекте транспортного коридора, автомобильный транспорт. И здесь на территории Монголии проходят сети азиатских автомобильных дорог, АЭЧ-4, АЭЧ-32, которые тоже предоставляют возможность расширить транспортные системы трех стран. Но выводы есть там в моем сборнике, которые включены. Из этого вы можете познакомиться с выводом. Но жаль, что нет времени, поэтому не могу читать основные детали. Спасибо, академика Дорожья. Хотя вы не соблюдали наш регламент, но интересны были ваши доклады. Следующий наш докладчик Виктор Лаврентьевич Ларин, заведующий Центром глобальных и региональных исследований Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока, Дальнего Восточного отделения АРАН, академик российской академии науки. Пожалуйста, новая архитектура Киева, Азии 21 века, возможности и выводы для Монголии. Пожалуйста. Вызовы, вызовы. Добрый день, уважаемые коллеги. Я благодарен организаторам этой конференции за возможность, во-первых, встретиться вживую с многими людьми, кого давно не видел, с кем не общался, и пообщаться вживую. Во-вторых, за возможность порассуждать о будущем этого региона, о будущем северо-восточной Евразии, где расположена, с моей точки зрения, и Монголия, и большая часть России. Предыдущие докладчики говорили главным образом об общности истории Монголии и России. Я же хочу поговорить о дне завтрашнем, оттолкнувшись от тех геополитических, экономических, демографических реалий, которые происходят сегодня в мире и в регионе. Но при этом сделать акцент не на всей России, а на ее восточной части, на Тихоокеанской России, которая хотя бы немного, но как раз и имеет общую границу с Монголией. Это первое. Второе, в общем-то, возникает сразу вопрос, что сегодня сближает Россию и Монголию помимо общей границы, помимо общей истории. Вот если мы посмотрим все-таки на экономику, то экономические скрепы, что бы мы здесь сегодня не говорили, они достаточно слабы. Если я не ошибаюсь, даже во внешнеэкономическом обороте Монголии доля России где-то составляет порядка десяти процентов. Может быть так, я точно... Ну, где-то так. Мы уже не говорим о роли Монголии во внешнеэкономических связях России и того же самого Дальневосточного федерального округа или Сибирского федерального округа. К сожалению, приходится констатировать, что и культурные скрепы в последнее десятилетие значительно ослабли, по сравнению с тем, что было в советское время. Вот география действительно присутствует, но география, ведь она важна не для России в целом, не для Москвы, которая тоже далеко очень, вот, Монголии, да? И о Монголии вспоминают в Москве достаточно редко. Но география важна как раз для восточных районов России и особенно для граничащей с Монголией Бурятии, для Иркутской области, которая тоже имеет тесные связи, для Забайкальского края и некоторых других территорий. То есть остается, по сути дела, преимущественно такая геополитическая составляющая или политическая и стратегическая составляющая, которая, мне кажется, сегодня играет весьма существенную роль. Конечно, сравнивать Тихоокеанскую Россию и Монголию через призму геополитики, через призму глобальной и региональной экономики это не совсем корректно. Все-таки Монголия – это суверенное государство, которое самостоятельно определяет свою внутреннюю и внешнюю политику. Тихоокеанская Россия – это, естественно, часть российского государства и алгоритм ее развития во многом, нравится нам это или не нравится, закладывается за тысячи километров от региона в европейской части России, в Москве. Кстати, обратили внимание дальневосточники на приветствие Росконгресса, которое здесь было сказано? Спасибо москвичам, что вы приехали, но то, что мы здесь живем и здесь организаторы, про нас не вспомнили. Это типичный столичный бюрократический подход, отнюдь не академический и не научный. Это как-то режет ухо. Я почему это подчеркиваю? Потому что, когда мы говорим о российско-монгольских отношениях, когда мы говорим о высоком уровне, о уровне межгосударственных отношений, большой политики, там все хорошо. Но как мы спускаемся чуть ниже, ситуация выглядит немножко по-другому. Но, тем не менее, несмотря на такие геополитические различия между Монголией и Тихоокеанской Россией, все-таки условия их развития во многом схожи. Именно вот эти условия диктуют выбор принимаемых решений. Конечно, субъективный фактор, опять же, здесь играет очень большую роль. Монголия значительно проще, потому что развитие страны определяется ее национальными интересами, которые она сама формирует, в то время как национальные интересы России, к сожалению, не всегда коррелируются с интересами приграничных территорий, в том числе тех территорий, которые граничат с Монголией. Но, тем не менее, я попробую все-таки сделать такие оценки, попробую сделать такие сравнения, начав с оценки основных трендов развития Тихоокеанской России, Тихоокеанской Азии в начале третьего десятилетия 21 века. Сегодня, в общем-то, происходят такие фундаментальные, кардинальные изменения и в мире вообще, и в этом регионе. Но, прежде всего, приходится констатировать, что в регионе формируется новая геополитическая реальность. Ее можно рассматривать как через призму уже сложившейся в мире новой системы биполярности, об этом часто сегодня говорят, новая биполярность США-Китай, а можно также рассматривать в свете куда более фундаментальных изменений, это, по сути дела, в свете завершения эпохи глобального доминирования Запада. И мы сегодня наблюдаем, что Восток, в общем-то, очень громко заявляет о себе по разным направлениям. Это и поднимающийся Китай, это и ислам, это как раз та самая новая реальность, с которой приходится всем считаться и которую приходится всем учитывать, выстраивая свои планы. Меняются статус и роль Тихоокеанской Азии в мировой политической и экономической системе, меняется характер внутри региональных связей. Регион буквально на глазах трансформируется в принципиально новую геополитическую и экономическую реальность, где уже не только Китай и Северная Корея, но уже Япония, Южная Корея, Монголия, страны Юго-Восточной Азии пытаются активно проводить самостоятельную внешнюю политику, основанную на приматах национальных интересов. Далеко это не всегда получается, но, в общем, попытки совершенно очевидны. С чем это связано? Здесь несколько факторов действуют. Ну, конечно, первое – это ослабление политического влияния со стороны гегемона, то есть Соединенных Штатов, и идеологического влияния со стороны США и Европы. Происходит глубокий кризис политической системы либерализма, и вот эти внутренние проблемы Евросоюза, о которых сегодня уже здесь упоминали, это социально-политический раскол американского общества, все это тщательно анализируется, взвешивается, оценивается в Азии, в той самой буддийско-конфуцианской Азии, где мы реально находимся, и побуждает ее все более дистанцироваться от дискредитирующей себя западной цивилизации. Вот этот новый такой идеологический разлом, он становится все более и более очевидным. На этом фоне происходит самоосознание и самоопределение Китая как глобальной державы, и этот процесс имеет, в общем-то, далеко идущие последствия, с которыми придется считаться и Монголии, с которыми приходится учитываться и Монголии, и России, когда она строит планы развития своих восточных районов. Китай становится центром притяжения для многих государств в мира и одновременно большим вызовом. И вот здесь такое возникает противоречие. Да, с одной стороны, всем хочется взаимодействовать с Китаем, а с другой стороны, страхи в отношении этой страны растут. Но в результате всех этих процессов получается так, что существовавший на протяжении десятилетий баланс сил вот в этой Тихоокеанской Азии разрушен. Здесь возникает определенный вакуум силы, в котором присутствуют два таких гравитационных ядра, два полюса, два лидера. Старый Соединенные Штаты и Новый Китай. Это именно полюса притяжения, это уже не полюса силы в их традиционном понимании. И вот пока Вашингтон поступательно теряет доверие и симпатии своих союзников, Пекин целенаправленно и последовательно их приобретает. И здесь есть несколько сфер, несколько точек, где интересы двух сил четко обозначены, они сталкиваются напрямую, причем где компромиссы труднодостижимы. Тот же самый Тайвань, Корейский полуостров, Южно-Китайское море. А есть сферы вроде бы менее заметные, менее такие, кажется, важные, но где напряжение не меньше. Это сфера той же самой идеологии, сфера моральных ценностей, где идет очень ожесточенная борьба через образование, через культуру, через спорт и, конечно, через науку. Каким образом новые качества Китая будут влиять на жизнь Монголии и Тихоокеанской России? Вопрос, в общем, достаточно сложный, хотя второе десятилетие этого века показывает, что это как-то негативно на развитие наших территорий не повлияло. Интересы Китая немножко ушли куда-то в сторону. И в какой-то степени и Монголия, и Тихоокеанская Россия сегодня оказываются на периферии китайских глобальных интересов. Хорошо или плохо – это вопрос. Это вопрос, который требует анализа и обсуждения. Второй тренд современности – это потеря Северо-Восточной Азии и его привилегий выступать в качестве драйвера мировой экономики. У нас по-прежнему очень часто говорят, что вот Северо-Восточная Азия – это драйвер мировой экономики. Коллеги, далеко не так, потому что Китай уже, по сути, утратил те преимущества, которые позволяли ему на протяжении трех десятилетий быть локомотивом мирового экономического развития. И сегодня так шаг за шагом потихонечку уступают эту позицию Юго-Восточной, Южной Азии и Африки. Но у нас по инерции, говорят, центр экономического роста, притяжение – совершенно не так. Третья важная тенденция начала XXI века касается процесса регионализации. Сегодня об этом говорили применительно как раз к большому евразийскому проекту. Это, безусловно, так. Но это еще и не все, не только это. Ведь, по сути дела, произошла дискредитация созданной и контролировавшейся Соединенными Штатами геополитической конструкции под названием Азиатско-Тихоокеанский регион. Его сегодня пытаются заместить двумя новыми геополитическими конструктами. Первый из этих геополитических конструктов – это так называемый регион Индопацифики, который сегодня активно продвигают Соединенные Штаты вместе с Японией, Австралией, Индией. Россия и Китай ставят в голову угла инфраструктурное и экономическое освоение гигантских пространств евразийского континента. Или, как мне понравилось сегодня, Виталий Вячеславович сформировал это понятие как трансевразийское пространство. Это даже как-то лучше звучит – трансевразийское пространство, огромное пространство. Но, опять же, очень интересно, что почему-то это пространство в Москве выстраивают от Лиссабона до Владивостока, а не от Владивостока до Лиссабона. Почему не со своей страны начинаем, а мы начинаем с Португалии? Вот это тоже, опять же, интересный подход. Кстати, вот та же самая инициатива пояса и пути, она ориентирована в противоположном от Азиатско-Тихоокеанского региона направлении, хотя Китай и не исключает вовлечение этого региона в своих интересах. То есть, фактически, китайский дракон, он свою голову тоже повернул в сторону от этого региона. Россия тоже неоднократно, в общем, декларировавшая свои намерения интегрироваться в Азиатско-Тихоокеанский регион, повернуться лицом к Востоку, в том числе к российскому Дальнему Востоку. Ну, в общем, этот поворот может это некорректно замечать на Восточном экономическом форуме, но все-таки этот поворот провален, по большому счету поворот провален. И хотя концепт, конечно, большой Евразии кажется куда более жизнеспособным, чем идея интеграции в Азиатско-Тихоокеанский регион. Кстати, если вы внимательно изучили программу вот этого ВЭФа, то, может быть, обратили внимание, что сама аббревиатура АТР почти в нем отсутствует. И в заголовках, и в расшифровке сессий об интеграции России в АТР практически не говорится. Еще два года назад это ставилось в голову угла. Сегодня эта тема, как бы, по мановению волшебной палочки исчезла. Исчезла, так сказать. То есть Россия уже КТР не поворачивается, ну, действительно. А к Индопацифике нам вообще поворачиваться, как бы, не с руки. То есть концепт большой Евразии, он ставится в голову угла. Так вот, а интересно, а где же в этой большой Евразии или где-то в этом шелковом пути Россия, Тихоокеанская Россия и Монголия? Дорогие коллеги, чтобы мы тут не говорили о экономическом коридоре Китай, Монголия, Россия, то по большому счету, да, разговоры уже ведутся почти, ну, сколько там, 7 лет, да, ну, с 2013 года. А вот и ныне там. Больше проектов, чем каких-то реальных действий. Проекты замечательные, проекты хорошие, но я возвращаюсь. То же самое мы можем видеть и в евразийском проекте России, который, в общем-то, обращен в сторону Европы, в сторону Центральной Азии, но никак не в сторону Восточной Азии. В лучшем случае вспоминают про Северный морской путь, про какие-то трансграничные транспортные коридоры и не более того. То есть, как о комплексном развитии этого региона, как и о каком-то включении Монголии в эти процессы, по большому счету, никто не говорит. Совершенно очевидно, в общем-то, это отнюдь не означает, что в этих стратегических проектах выбрасывается техриканская Россия и Монголия. Нет, безусловно, они там как бы присутствуют, формально присутствуют, но наполнять конкретным содержанием вот их присутствие, сформулировать организаторам этих проектов не досуг. Это я подвожу все к тому, что это делать надо самим. За нас с вами, за тех, кто здесь живет, скажем, на Дальнем Востоке России, кто живет в Монголии, наполнить каким-то содержанием вот эти проекты никто не сможет и никто делать не будет. И если это будет делать так, будет делать так, как это выгодно делать в Москве или в Пекине, но отнюдь не как в Владивостоке и в Улан-Баторе, или в Хабаровске, или в Магадане и в Улан-Баторе. Мы говорим про всю Тихоокеанскую Россию. Очевидные приоритетные проекты для Северо-Восточной Азии, это, конечно, инфраструктурные. Тут Академик Дорч сегодня очень хорошо на эту тему говорил, очень пространно по Монголии. Но до тех пор, пока здесь не будет создана какая-то серьезная инфраструктура, это общие проблемы для Тихоокеанской России, для Монголии, самая большая тема. Никакого реального экономического развития этого региона не будет. Очень важно, что, несмотря на то, что наши территории, в общем-то, являются территориями экономически, это можно признать достаточно, недостаточно, скажем так, недостаточно развитыми, Но у них есть одно большое преимущество. Они, пожалуй, являются политически наиболее стабильными частями Евразии. Наиболее стабильными частями Евразии. Социально наиболее стабильными частями Евразии. Со своими проблемами, со своими недостатками. Но это реально так. Даже в России, вот если мы возьмем там проблему межнациональных отношений, которая существует в России, да, опять же, в этом регионе, это проблема, один из регионов, где она стоит наименее остро, несмотря на его многонациональный состав. Еще, кроме того, Монголия и Тихоокеанская Россия являются самыми перспективными зонами континента для приложения финансового и человеческого капитала, интеллектуальных ресурсов и научно-технических достижений для реализации и воплощения идей. А вот сделано это может быть только на основе широкого международного взаимодействия и на передовом технологическом уровне. И опять же, об этом сегодня говорилось. И опять же, приходится мне вернуться к той роли, которую могут в этом сыграть Академия наук Монголии и Дальневосточное отделение Российской Академии наук и Сибирское отделение Российской Академии наук. То есть те территории, которые наиболее заинтересованы в нашем тесном сотрудничестве. Есть целый ряд вопросов, которые требуют осознания, изучательного изучения. Я их даже перечислять не буду, каждый, кто здесь сидит, он понимает, о чем идет речь. Как это сделать, как действительно изменить судьбу и Тихоокеанской России, и придать ускоренные темпы развития Монголии. Их много, вопросов много. И я думаю, что на эти вопросы нужно искать совместные ответы. И в качестве первого шага, обозначающего начало от расширения сотрудничества между Дальневосточным отделением Российской Академии науки и Монгольской Академией наук, о чем говорил Валентин Иванович и вчера на встрече, и сегодня он говорил здесь, я хочу предложить совместный научно-исследовательский проект приблизительно с таким вот названием Тихоокеанская Россия и Монголия в новой геополитической реальности 21 века. Надо начинать, надо не надеяться на то, что какие-то благие решения будут принимать где-то в столицах великих держав, а все, так сказать, принимать собственные усилия для того, чтобы сделать свою жизнь лучше. Спасибо за внимание. Спасибо большое за ваши конкретные, содержательные доклады. Уже у нас прерыв на обед, а после обеда осталась одна презентация пленарного заседания и прерыв на обед. Спасибо. Строго сказал.